Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Норжакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Большие проблемы маленькой станции МРЗА. Сердечно-сосудистая хирургия Карагандинской области получила в эксплуатацию современный операционно-реанимационный корпус. Мажористмены парламента Республики Казахстан посетили международный научно-производственный холдинг «Фитохимия». Сердечно-сосудистая хирургия Карагандинской области получила в эксплуатацию современный операционно-реанимационный корпус. Кардиологический центр начал новый виток работы, опираясь на совершенное современное оборудование. Аким области Нурмухаммед Абдебеков посетил новый корпус областной кардиологии. Он рассчитан на 6 операционных залов и 18 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Сюда входят блоки сердечно-сосудистой хирургии, реанимации острого инфаркта миокарда, реанимация врожденных пороков сердца. Общая стоимость этого уникального проекта составляет 1,8 миллиарда тенге, в том числе 1,2 миллиарда тенге современное медицинское оборудование. Необходимость строительства была вызвана тем, что сердечно-сосудистая хирургия и интервенционная кардиология являются наиболее востребованными и динамично развивающейся отраслью современной медицины. Годно по Карагандинской области более 800 пациентов не сдаются в коронарном шунтировании, более 2000 стентированных коронарных артерий и более 200 детей не сдаются в коррекции врожденных пороков сердца. Открытие операционно-реанимационного корпуса позволит обеспечить потребность населения Карагандинской области в операциях на сердце и сосудах и увеличить количество операций только на открытом сердце до 1000 человек. История областного кардиохирургического центра началась в 70-е годы 20 века. Тогда на базе пульмонологического отделения городской больницы было организовано отделение сердечной хирургии. В 1976 году было организовано отделение сосудистой хирургии. Даже в самые сложные для отечественного здравоохранения 90-е годы 20 века, сотрудничая с американскими кардиохирургами, с 1994 по 2000 годы по программе «Открытое сердце» впервые были сделаны ряд сложных операций. Областной кардиологический центр всегда следил и применял новые приемы хирургии и новые аппараты. И сегодня диагностическое оборудование отделений поступило из Европы, США, Японии. Уникальность операционной заключается в системе чистых помещений, где создается благоприятная среда и хорошие условия. Также в реанимационном отделении имеется вся следящая аппаратура для жизненно важных функций организма. Эмблемой Карагандинского областного кардиоцентра является изображение сердца в центре глобуса. Это неспроста. Именно сердце задает ритмы жизни для каждого человека на Земле. Ввод в эксплуатацию нового операционно-реанимационного корпуса является конкретной реализацией поручения главы государства по развитию социально значимых направлений здравоохранения, к которым относится и кардиохирургия. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Караганде появились новые почетные граждане. По правилам присвоения этого звания процедуру проводят каждый год в преддверии Дня Конституции. Кого представили на этот раз, стало известно на очередной 39-й сессии городского маслехата. Правила присвоения звания почетный гражданин были утверждены пару лет назад решением областного маслехата. С начала нынешнего года в специально созданную комиссию при Акимате города поступило 8 ходатайств. Обсуждая претендентов, провели два заседания комиссии и в итоге решили остановиться на двух кандидатурах. За вклад социально-экономической развития города, достижения в общественной деятельности, в развитии духовного и интеллектуального потенциала города, комиссией были отобраны две кандидатуры. В связи с чем на рассмотрение данной сессии городского маслехата выносится две кандидатуры. Это кандидатура Мусульманбекова Кани Жукьяновича и Бойко Дмитрия Макаровича. Кани Мусульманбеков – один из ведущих онкологов в Казахстане и СНГ. Профессор кафедры онкологии Каргандинского медицинского университета. Хирург, онколог высшей категории, имеет большое количество научных работ, подготовил не один десяток ученых. Дмитрий Бойко на протяжении 30 лет проработал в местных представительных органах, избирался председателем совета директоров колледжей Карагандинской области. В настоящий момент является координатором общественного дискуссионного клуба «Голос Сарарки», член общественного совета при областном управлении образования. Эти граждане внесли весомый вклад в процветание и развитие Караганды, и я думаю, что звание почетных гражданин города они по праву заслужили. Прошу всех депутатов поддержать кандидатуры Мусульман Бекова, Кани Жумкеновича и Бойко Дмитрия Макаровича. Гульнур Жакен, Шалкар Алтынбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Администрация ТОУРКЕН – это четыре рудника в трех областях Казахстана – Карагандинской, Акмолинской и Кустанайской. В общей сложности там работают около трех тысяч человек. Они входят в состав предприятия «Артелор Митталтимиртау». На минувшей неделе в четырех подразделениях департамента был заключен коллективный договор. 1 сентября он вступит в силу. Напомним, что в этом году новые редакции кол-договора уже подписали профсоюзы стального и угольного департаментов, а также ТО «Кролосмет». Срок действия всех договоров – три года. Как пояснил Дмитрий Павлов, директор по трудовым отношениям акционерного общества «Артелор Митталтимиртау», компания просто не могла не пересмотреть свои соглашения с работниками, поскольку в республике изменился уголовный, трудовой и административный кодексы, а также появился новый закон о профсоюзах. Как отмечает пресс-служба компании, в новый коллективный договор вошел отдельный раздел, посвященный женщинам. В него включены все нормативные и законодательные акты, а также есть пункты, оговоривающие дополнительные льготы. Например, один из них касается выходного дня на 1 сентября. В день знаний женщины-рудников, имеющие детей школьного возраста, получают выходной. Кроме того, договор предполагает увеличение расходов на материальную помощь, а еще закрепляет сохранение рабочих мест за работниками, которые призваны в армию, и за теми, кто занял какую-нибудь должность в профсоюзе. Что касается выплаты индексации и 13-й заработной платы, этот пункт прописан в коллективных договорах всех трех департаментов. Он гласит, что выплаты будут зависеть от того, сколько конвертерной стали произвела компания и как много денег заработала. Дауд Жазыбаев, председатель правкома Кентубе, доволен результатами переговоров с работодателем. Новая версия получилась лучше предыдущей, так как гарантирует нашим работникам большую социальную защищенность, отметил он. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин. Херкюль. Торговая марка Allugal представляет Эконом-серия профиль Galltech 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система Profil Galvin Профиль Galvin 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Exclusive Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin Морозостойкий, надежный, прочный Когда полиция призывает граждан ответственнее относиться к сохранности своего имущества К сожалению, не все с серьезностью воспринимают этот призыв Менеджер одной из карагандинских фирм лишился крупной суммы денег Оставив их в машине на непродолжительное время 20 августа днем с неохраняемой автостоянки у одного из торговых домов в центре города Из автомашины, принадлежащей карагандинцу, менеджеру ТОО Неизвестные, разбив заднее стекло машины, похитили денежные средства, принадлежащие ТОО На данный момент принимаются все меры для установления и задержания подозреваемых в совершении данного преступления Устанавливаются свидетели и очевидцы По факту кражи возбуждено уголовное дело Проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления К сожалению, эра милосердия, о которой мечтали братья Вайнеры, еще не наступила Продолжаем выпуск Пробки на въезде в город Дорожная ситуация в нашем городе резко ухудшилась Увеличение количества автотранспорта требует все новых и новых решений по расширению и увеличению автомобильных дорог После того, как мост на ДСК был закрыт на реконструкцию, дорожная ситуация в нашем городе резко ухудшилась Автомобили и автобусы вынуждены стоять в пробках для того, чтобы въехать или выехать из города Напомним, что путепровод был закрыт 6 августа и не будет функционировать до октября этого года Закрытие проезда только по одному мосту Караганды вызывает проблемы с бесперебойным движением автотранспорта Первый карагандинский редакция портала НВКЗ просит работодателей в этот период с пониманием относиться к опозданиям иногородних сотрудников Все-таки идет ремонт путепровода На станции Мирза Карагандинской области не созданы благоприятные условия для проживания В последние годы в поселке отсутствует централизованный водопровод Существуют серьезные проблемы с дорогами, а на улицах нет освещения В таких условиях жители поселка живут уже не первый год На дворе 21 век Вроде бы условий для комфортного проживания граждан должны быть Но на станции Мирза уже о них только мечтают Бесконечные проблемы с водой Когда в последний раз делали ремонт дорог, никто и не помнит В поселке нет даже освещения Трудности возникают особенно в весенний период, когда талые воды затапливают все улицы С просьбой решить проблемы станционные жители куда только не обращались Но все ответы из года в год были только по телефону И вот состоялась лгожданная встреча с местными властями Я поставила в известность наш Акимат, зам Акима Я сказала, ребята, вот так и так Уличное освещение, фатеевцы обрезают это с уличного освещения провода Вставляют свои провода И мы остались вообще И лампочки эти снимают И лампочки снимают 40 лет ничего не делается Ну извините, у меня только 37, я столько не живу Для школьников также не созданы условия для проведения досуга Особенно в летний период детям просто негде поиграть Нет детских площадок Этот вопрос власти пообещали решить По детским площадкам вы сами определите место Я не могу 5 детских площадок поставить здесь в одной мурзе Потому что я слышу, что здесь туда надо поставить, туда надо поставить Нет, просто-напросто Одну на эту, одну на ту сторону Вот сами определяйтесь Обращение жителей станции выслушал и депутат Маслихата города Тимиртау Сергей Гулько Он пообещал всячески поддержать жителей и помочь в решении вопросов Питьевая вода проблемный вопрос Сейчас уже в этом году Если будут дополнительно выделены деньги На разработку ПСД Это порядка Смету, схему сделали Это порядка уже 6,3 миллиона тенге Будем стараться выбивать данные деньги из бюджета На будущий год, дай бог Нашими силами, стараниями Дай бог будет вода на станции Морзе Напомним, в марте текущего года В поселке 5 домов смыло во время весеннего паводка Виной всему было несоблюдение правил безопасности со стороны местных властей В ноябре жители поднимали этот вопрос Но крик души жителей услышали только через 9 месяцев И тогда пообещали решить проблему до наступления зимы Правда, только на словах Все зависит от финансирования А бюджет утвердят только в конце 2014 года Так что жителям станции Морза остается ждать решения всех вопросов А обещанного, как известно, довольно долго ждут Гульнуржакен Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Здоровье прежде всего Как изготавливают лекарственные препараты Насколько они эффективны и качественны Можелесмены посетили международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» в Караганде Казахстан должен достигнуть 50% уровня удовлетворения потребностей страны В лекарственных препаратах отечественного производства Стратегический объект «Фитохимия» имеет специальный лабораторный корпус По изучению лекарственных и биологических активных веществ Который оснащен уникальными научными приборами и оборудованием Корпус введен в эксплуатацию с этого года Здесь работают 165 научных сотрудников В том числе 17 докторов, 10 магистрантов и докторантов И 42 кандидата наук Мы хотим своим визитом ознакомиться, как реализуется программа Задача, поставленная президентом по увеличению доли отечественных лекарственных препаратов По личному поручению главы государства Наршултана Назарбаева К 2015 году введутся в эксплуатацию построенные и модернизированные 16 фармацевтических предприятий Общепринятые в мире рекомендации по производству лекарств по стандартам GMP Содержат требования к методам испытаний, которые используются для оценки соответствия фармацевтической продукции Установленным спецификациям в отношении точности и достоверности В настоящее время, благодаря работам наших лабораторий Это 12 подразделений Международного научно-производственного холдинга фитохимии Где работают 165 сотрудников, а именно 17 докторов и 42 кандидата наук Подготовлено 72 оригинальных лекарственных препаратов По официальным данным Министерства здравоохранения в фармацевтическом рынке Отмечается присутствие фальсифицированных лекарственных препаратов Для сокращения доли таких препаратов необходимо введение поэтапного контроля качества фармацевтического производства Использование стандартных образцов лекарственных веществ при контроле на входе, промежуточном этапе и на выходе Позволит гарантировать безопасность и качество лекарственных препаратов Поэтому вопрос борьбы с люсификацией рассматривался на заседании правительства Республики Казахстан. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Молодежь – это будущее Казахстана, а о будущем нужно не просто заботиться, но и развивать лидерские качества, воспитывать патриотизм, гражданскую позицию. Для этого ежегодно проводится выездной лагерь актива молодежных организаций Карагандинской области. В доме отдыха на Шарубай-Нуринском водохранилище вновь начал свою работу выездной лагерь активистов. Участниками актива являются представители молодежных организаций, участвующих в реализации государственной программы молодежной политики. Это длится на протяжении трех дней, причем программа очень насыщена, ребятам практически свободные минутки, 10-15 минут выделяется. Все остальное время ребята работают, работают активно в различных таких формах, как тренинги, диалоговые различные площадки, семинары, тренинги, лекционные занятия. Хотя, конечно, лекционных занятий мы стараемся делать как можно меньше, а больше именно таких диалоговых площадок и тренинговых. С молодым поколением работают управления по вопросу молодежной политики Карагандинской области и профессиональные педагоги. В этом им помогает общественная организация граждан Казахстана. На актив приглашаются представители, руководители государственных учреждений, работающие с молодежью, которые, опять-таки, выстраивают в неформальной обстановке общение с молодежной организацией для решения общих задач. По программе выездного лагеря обмен опытом по реализации молодежных программ. Уже на протяжении пяти лет устраивают подобные сборы. Участники актива выезжают в лагерь на три дня. По программе у них очень серьезный и в то же время интересный распорядок дня. Для них организовываются диалоговые площадки, тренинги, лекции, секционные занятия и малые олимпийские игры. А вечером зажигательная дискотека. Здесь проводятся различные тренинги по команде образования, различные лидерские качества. Происходит обмен опытом между участниками данного актива. То есть каждый из участников имеет возможность обменяться опытом, получить из этого излечь плюсы, минусы. На второй день лагерь актива молодежных объединений Карагандинской области заканчивает свою работу. Молодым активистам вручают сертификаты участников. Победителям спортивных игр достаются призовые кубки. Лариса Хусейнова, Айдын Жакан, Махти Арспан, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде продолжают отмечать юбилей нашего молодого города. В кинотеатре «Старжайлау» прошел концерт в честь 80-летия Караганды. Зрителями концерта в основном были ровесники города. Специально для нашего старшего поколения уже не в первый раз организовывают концертную программу. Не только же молодым в клубах веселиться. Руководители «Старжайлау» думают о наших стариках и приглашают певцов, чтобы украсить их будни. Нужно чествовать стариков, нужно обязательно им дать понять, что они нужны. А самое главное, нужно почаще организовывать такие мероприятия, потому что старики уходят. Город-то в нашем любом случае будет процветать, стоять, ему будет и 80 лет, и 190 лет, и так далее. А старики наши уходят, и время не стоит на месте. И нужно чаще организовывать вот такие вот выступления, приглашать артистов. Я призываю артистов, ну, не отказываться от этого, потому что все-таки наши старики – это отчасти наша душа, душа нашего города. Алибек Саликов поддерживает подобные мероприятия и всегда рад петь для стариков. Зрители все без исключения танцевали по зажигательной песне 80-х «Город молод», когда его ровесники полны энергии. С победой вернулись карагандинские мастера восточных боевых искусств по Ушу-Санда из Стараза, где проходили соревнования в рамках республиканского кубка. Нуржан Шаймерден, который выступал в весе 85 килограммов, одержав верх над своими соперниками, стал победителем первенства. Также наш боец Нурсултан Турсункулов получил путевку на азиатские игры в Корее. В Караганде развитие боевого искусства Ушу-Санда находится на взлете. Всего лишь за полгода подопечные Нуржана Шайхина и Медета Абжанова получили звание мастера спорта и становятся призерами на международных первенствах. Алтымбек Байжимов, Нурсултан Турсункулов, Нуржан Шаймерден, Даниэр Койшбайварн на данный момент готовятся к предстоящему международному турниру по боям без правил. Мы сами открыли федерацию спорта Ушу-Санда, сами его развиваем. Наш коллега Недет Абжанов недавно получил квалификацию международного рефери. На прошедшем чемпионате Нуржан Шаймерден выступал в весе 85 килограмм. Заметным преимуществом, одолев своих соперников, он получил золотую медаль. Боевыми искусствами он занимается уже три года. Также Нуржан является победителем нескольких соревнований республиканского масштаба и призером Кубка Парламента. В Таразе я провел четыре боя. Самым тяжелым поединком, естественно, был финальный, так как там встречаются лучшие. На этих соревнованиях я получил звание мастера спорта. Теперь защищать честь страны на предстоящем международном состязании в Корее готовится Нурсултан Тарсункулов. Ануар Сидрахим Айденжакам Бахтяру Спанов, Первый Караганецкий. И еще одна последняя информация о спорте. Футбольный праздник состоится сегодня на стадионе Астана-Арена. Столичный клуб Астана принимает у себя испанский Вильяреал. Матч стадии плей-офф Лиги Европы состоится сегодня в 21.00. Заядлые футбольные болельщики Караганды отправляются в столицу, чтобы поддержать казахстанскую команду. Подробнее о матче вы узнаете завтра в новостях на Первом Карагандинском. Это была последняя информация на сегодня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова